Здравствуйте, уважаемые подписчики! Помидоры черри сравнительно недавно появились на наших грядках, но мы их очень полюбили за то, что они сладкие, за то, что они очень декоративные и когда растут, и в блюда. Помидорами черри можно заполнить промежутки между более крупными помидорами в банках. Их очень интересно добавлять и делать из них ассорти при консервировании помидоров и огурцов. Но не все помидоры достойны называться черри. Черри – это сортотип помидор, и сортотип мелкоплодный. Но есть и другие мелкоплодные помидоры, которые совершенно не черри. И вот чтобы не ошибиться и выбрать действительно черри, сегодня мы поговорим об этом сортотипе. Мелкоплодные помидоры известны давным-давно, но в 1973 году израильскими учеными был выведен сорт помидор, который назывался черри. Кисть длинная, до метра, до 60 помидорчиков было в кисти, весом они не превышают 25 грамм. Вообще вес помидоров черри может быть и немножечко побольше, начиная от теннисного мяча и совсем маленькие. Выводился этот сорт для того, чтобы он выжил в условиях сухого и жаркого климата Израиля. Но помидоры настолько полюбились, что они пошли путешествовать по всему миру. И потом стали появляться новые и новые сорта. И вообще все сорта, которые похожи на сорт черри, так и стали называть помидоры черри. И он стал не просто сортом, а именно сортотипом. Сортотип – это несколько сортов, объединенных одинаковыми качествами. Для помидор черри характерна высокорослость. Это высокие до двух метров растения, которые обязательно нужно формировать в один, максимум два стебля. И особенность помидоров черри в том, что им нужен максимально открытый участок и жаркое лето. Вот если лето бывает какое-то холодное, недостаточно жаркое, то помидоры черри не проявят себя во всей красе. Помидоры черри – они не только вкусные, но они еще очень декоративные. У большинства сортов длинная кисть, которая начинает созревать у кого-то постепенно, у каких-то сортов, у каких-то сортов сразу. Но мне больше нравятся сорта именно с растянутым сроком плодоношения. Несмотря на то, что черри – это обычно средне-ранние или средне-спелые помидоры, они почему-то все равно обгоняют помидоры других сортов. Самый один из лучших сортов помидор черри – это валентинка. Валентинку, когда я стала сажать, я перестала сажать другие помидоры черри. Они отвечают всем требованиям, которые предъявляются помидорам черри. И помидоры поспевают на сорте валентинка раньше всех, но плодоносят они дольше всех. Кисть у них большая, где-то до 30 помидор на одной кисти. Верхние помидоры немножечко покрупнее, а нижние помидоры немного помельче. И я оставляю на растении 4 кисти, и мне этого вполне хватает, и они успевают вызреть. Обратите внимание на сорт валентинка еще и потому, что многие добавляют помидоры черри в банки, а у многих сортов при этом лопается кожура. Так вот, у сорта валентинки при консервировании кожура не лопается. Ну а в салатах они очень ароматные, и у них какой-то десертный вкус. Очень интересная вся серия вишня. Есть вишни желтые, есть вишни темно-бордовые и вишни красные. Вот это вот тоже типичный помидор сорта типа черри. Высокий, до 2 метров дорастает. Кисть длинная. Формируется в один, максимум в два стебля, но при этом на побеге образуются до 10 кистей. И вот эти 10 кистей растение способно прокормить, у него завязывается хороший урожай, и они все вызревают. Ну и еще один сорт – это грильяш. Грильяш вот такого темно-темно-насыщенного цвета имеет плоды. И это говорит о том, что в плодах повышенное содержание антенцианов или копинов. Помидоры вкусные, но они еще и очень полезные. Помидоры сорта грильяш немножечко покрупнее, чем у той же вишни. Они где-то образуются до 30 грамм. Очень дружные плодоношения и длинные-длинные кисти. Вот грильяш очень декоративен. Наверное, это самый декоративный сорт из всех помидоров черри. Вот такие три сорта я вам советую посадить. Например, сорт «Валентинка» настолько дает много урожая, что я сажаю семена не всего пакетика, а делю его на два раза, и один пакетик я высаживаю в течение двух лет. И мне этого хватает. И такой же урожайностью обладают и вот эти помидоры. Особенность высаживания на рассаду помидоров черри, хотя вот здесь и пишут, и апрель, и март, лучше их сажать ближе к концу февраля. Для того, чтобы уже более крепкое растение вы высадили в грунт, его можно срать под пленку, оно быстро начинает расти, и тогда все эти 10 кистей, которые образуются, поспевают. Помидоры черри требуют большой площади питания, поэтому не сажайте их слишком часто. Даже можно на одном квадратном метре посадить, ну не больше четырех растений, это точно, но можно даже и пореже сажать, обязательно, чтобы между кустами было сантиметров 60. То есть на одном квадратном метре возможно и посадить два растения. Если вы хотите посадить несколько сортов помидоров черри, но вот пакетиков вам слишком много, можно взять по пять семечек с каждого пакета, этого вполне будет достаточно. А семена вот этих томатов сохраняются в течение 10 лет, в течение 10 лет они не теряют схожесть. Обязательно посадите у себя помидоры черри, посадите их вот именно на видном месте, для того, чтобы они были украшением вашего участка. Помидоры также эти можно выращивать и в теплицах. И надеюсь, вот эти три сорта, которые я вам подсказала, вам понравятся. Если кто-то их не сажал, они разнообразят вашу коллекцию. Ну а если кто-то сажал, делитесь в комментариях своими отзывами об этих сортах. Ну а у меня на сегодня все.